Гей-ейски, ребята, меня зовут Флавис, и сегодня мы поиграем в Tower Conquest, ребята, и сегодня будет очередной челлендж, он будет называться Челлендж Самый Сильный Отряд. Что ж, приступим, а предложил мне этот челлендж никто иной, как Shadow Fix. Итак, ребята, по моим наблюдениям, по моим субъективным наблюдениям, самый лучший отряд будет состоять из таковых зданий, из таковых юнитов. И что ж, первое здание, ребята, ну самое сильное, как по мне, это все же завод, потому что он уменьшает перезарядку наших юнитов, и он увеличивает скорость добычи маны. И это делает его самым лучшим, пожалуй, зданием, потому что все остальные, они, ну, либо как-то носят урон, либо отталкивают, либо еще что-то. Поэтому, ребята, он, вот это здание у нас является самым лучшим выбором. Далее, ребята, идет воин, какой-нибудь дешевенький такой средненький воин. И это, ребята, является Репульсор, но он не просто такой дешевенький средненький воин. Ребята, я напоминаю вам, что Репульсор стал победителем, одним из победителей челленджа 1 против всех. Он в одиночку смог победить целых 5 уровней, пройти, в том числе и босс, ребят. Поэтому его я абсолютно без всякой зрения совести делаю одним из самых лучших юнитов. Далее, ребята, у нас идет, ну, конечно же, конечно же, у нас идет, ребята, летучая мышь. Она у нас самая невероятная, она самая, самая, в общем, она лучшая, ребята, потому что если ее не законтрить сверху, то она положит всех. Далее, ребята, далее, ниндзя. Ниндзя, так же, как и летучая мышь, как и Репульсор, смогла в одиночку пройти челлендж 1 против всех. Поэтому она является одной из лучших, одним из лучших юнитов во всей игре Tower Conquest. Ну и смотрите, ребята, далее у нас идет, идут юниты, которые не смогли пройти челлендж 1 против всех. Но, ребят, танкующий нам нужен юнит, и его я хочу взять таковым, я хочу взять Jaggernaut, потому что это эпичная карта, это очень сильный воин, и у него как бы полторы жизни, да. Ну, то есть, когда он погибает, после него остается тела. Ну и, ребят, осталось за малым, осталось выбрать босса. Ну, без измерения и совести я бы мог сказать, что лучший босс это Old One, конечно же, потому что он универсален, у него много хп и много здоровья, но... Очень много хп и много здоровья, у него много хп и много урона, но, ребят, но... Есть еще один босс, это Бог Ветра, он так же самый читерский, может у него нету столько хп, нету столько урона, но, ребята, он отбрасывает наших врагов от нас куда подальше. Поэтому, ребят, я не знаю, кого выбрать, вы в комментариях напишите, кто, по вашему мнению, самый сильный босс вообще, и кто самый сильный из этих двоих, Old One, либо Бог Ветра. Ну, сегодня я попробую и того, и того. Давайте попробуем с Бога Ветра, я вообще редко его вообще брал в свой отряд, но, ребят, вот этот отряд, как по мне, один из самых сильных, если не самый сильный. Что ж, и сегодня, ребят, мы, 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 мы поиграем, поиграем, поиграем в арену! Ну, да, ребят, я сейчас нахожусь в алмазной, ну, или, как бы сказать, в бриллиантовой арене, и, наконец-то, наконец-то, тут нашлись, ребята, противники по нашему уровню. Сейчас я вам покажу сегодняшний топ, который мы, я надеюсь, завоюем, и мы займем первое место здесь. И в топе у нас тут на первом месте, я не знаю, ребят, тут какой-то бах происходит, что у людей одинаковые иконки, но это какой-то бах, и я думаю, его исправят потом. Ну, ладно, что ж, нам нужно набрать 411 тысяч у человека, 84 уровень. Что ж, ребята, давайте попробуем это сделать, заходим в арену, вот, нам уже подобрали Адриан, Адриан, что ж, 81 уровень, рок-н-ролл, погнали! Сейчас посмотрим, на что способен наш лучший отряд, ну, и твой отряд тоже на что способен. И это, ууу, ребят, мы в каких-то пещерах, мы в каких-то катакомбах, ё-моё. Так, ладно, давайте я, наверное, скорость прокачечки сделаю минимальную, потому что, как по мне, на минимальной скорости прокачки, оно как-то по-другому ощущается. Так, ребята, против нас этот негодяй, джиггернаут, ай, сильный гад. И вот он, ребята, репульсор, смотрите, идёт и просто-напросто отталкивает всех. О, ребята, грифон, так, вот с грифоном тут не всё так хорошо. Грифона нам нужно уничтожать с помощью ниндзи, да, и с помощью нашего, нашей, точнее, нашей воздушной обороны, этой лучшей мыши. Кстати, заметьте, ребята, ещё ни один из юнитов наших не погиб, это очень и очень хорошо. Так, ну что ж, ребята, какое место? Первое? Что? Восьмое место? Вот это да, ребят, похоже, мы сегодня будем играть исключительно в... А, второе место нам дали, чё-то я чё-то перепутал. Ну не, ребят, второе место, это как-то, как-то не знаю, не то, надо первое. Сколько у нас? 362 тысяч, надо 411. Окей, давайте это сделаем. Сейчас мы будем немножко порасторопнее, немножко побыстрее. Так, ну блин, и уровень-то против нас побольше попался, и смотри, у него тоже бок ветра, тоже этот Грифончик, но у него совсем слабенькие карты, ребят. У нас-то почти все по 5 звёзд, кроме босса и главного здания, но вперёд. Так, покажем ему, что такое сила 5-звёздочных. Итак, начинаем, но сейчас мы не будем так глупить. Ну, первым, наверное, всё-таки вызовем Джаггера. В принципе, у нас время есть, и сейчас... Так, я поставлю вот так, да? Ага, ну смотрите, у него тут очень хорошие карты, очень жирненькие такие, скажем так. У них очень много урона. Не очень много, ребят, урона. Впитывает в себя. Так, ну уже Х8, я надеюсь, у нас будет Х8, ребята. Ну давай, 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 давай. О, есть, ребята, Х8 точно будет, отлично. У-ху, всё, победа. Ну, вроде мы достаточно-таки много противников победили. 49 на 8 множителей. А-а-а, чуть-чуть не хватило, ребята, буквально капельку. Второе место, 390 тысяч. Ну что ж, давайте, давайте, нам противник нужен побольше какой-то. Либо побыстрее с ним справиться. 86 уровень опять. Андреу, Андреу. Почему-то фотография та же самая, ребята. Это странная штука. Подождите, ну давайте ещё посмотрим. Это очень странно. Имена разные, а фотография одна. Ладно. Что ж, в бое может быть ещё никто не достиг столь высокого уровня. Я не знаю. Ну ладно, нас в конце этого месяца всё равно понизят в рейтинге. Посмотрим, с кем мы там будем сражаться. Так, ребята, давайте, давайте, наверное, все-таки на максимальной скорости пройдём. Попробуем. Я вызову Нинди одну. Пускай она там пока что разминается. Эй, не зря. Она всё-таки... Ай-яй-яй-яй, ребята. Ой-ёй-ёй-ёй. Нет, тут похоже... Да, нам нужен второй шанс. Ребята, нам нужен второй шанс. Всё, вызвали босса. Всё. Вот теперь, ребята, мы посмотрим, кто кого. Ну, тут надо побольше атакующих нам вызвать, конечно же. Так. Итучая мышка, ускоритель. Заморозочка. Ускорение, ребята! О, да, ускорение! Так, нам бы ещё один икс, ребята, выпал, и я бы был счастлив. Так, ну, блин, икс не выпал ещё один. Ну, что ж, это не очень хорошо. Есть, есть первое место, ребята! 430 на 1000! У-ху! Победа! Так, и давайте поглядим. Да, ребят, 430 на 1000. Что, уже увеличился результат? 429, блин. Ребята, только что его не было здесь. А, нас могут перегнать. Ну, ладно, мы не боимся и сражаемся дальше. Думаю, нас никто не победит. Ладно, что ж, с такими парнями мы справились, вроде как. Давайте сразимся теперь с более сильными врагами. Ребят, смотрите, 45-я, 21-я битва. И тут со старта, то есть с первой зоны, мы уже встречаемся с 91-м уровнем. Ребят, в конце вот этой всей зоны... А, нет, в конце следующей зоны мы, наверное, будем страдаться с 100-м уровнем. А у нас по-прежнему 88-й, потому что опыт очень-очень медленно капает здесь. И, блин, ну, очень трудно проходить вот эти вот локации. Мне кажется, мы в один прекрасный момент упрёмся. Просто в грани уже и всё. И ничего сделать не сможем. Ай, побеждают нас, негодяи. Что ж такое? Ребята, вы что делаете? Ну да, чувствуется, что у них уже уровень совершенно иной. Но у них нету... Что? Нас победили! А-а-а! Нас победили! Ну чё, ладно, ловите летучую мышь. Ну, если сможете её словить, конечно. А мы тем временем... Ну, сейчас мы быстренько, да. Блин, а вот я же мог просто сразу реально летучую мышь послать. Когда мы в арене играли. Блин, ну ладно. В принципе, мы и так первое место заняли. Да, я что-то не подумал. Но это была летучая мышь и первое слать, и она бы там очень сильно помешала врагам. Ну, хотя... Блин, не знаю. Ладно, ладно, ладно. В принципе, да. В принципе. Просто, когда играешь в арену, самое главное не позволить нашим противникам тебя как-то покоцать. Так, ну ладно, ребята. В общем-то, идём дальше. И самый сильный отряд меня пока что радует. То есть мы... Несмотря на то, что уровень больше, чем у нас, и несмотря на то, что мы в арену играли, всё как бы... Всё очень хорошо идёт. Всё гладко, всё плавно. Мне это нравится. Так, а ну кыш отсюда. Кристиане мелкие. Мелочь пузатая. Кыш, 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 кыш. Эх, негодяи. Зацепили нас они. Наше здание. Ну, это ничего страшного. О! Скорочка, ребята. Это крутая штука. Вот тут вот, ребята, вор против нас играет. Разбойник. Вот у него... Он был тоже так неплохо. Он вроде три зоны прошёл. Поэтому вот против вора сражаться тяжело. Очень тяжело. Поэтому ладно. Едем дальше, ребята. Так, что же у нас здесь? В третьей локации. 92 уровень, ребята. Ой-ой-ой-ой. Тут дедок маг 90 уровня. Блин, очень круто. Ну вот, знаете, самый лучший отряд, он, конечно же, состоит из самых лучших воинов. Но вот, на мой взгляд, ещё, конечно, можно чего-нибудь добавить в наш отряд. Вот счёт... Ну, и лекаря я бы, конечно, добавил, плюс джаггернаут. Но это, конечно, была бы совсем другая история. Потому что если вот играть через лекаря, то это, ну, как бы отдельный разговор, скажем так. Там по-другому всё уже нужно делать. Дедок по верхним может гулять. И по нашей летучей мыши. Их, негодяй ты такой. Отцепить от наших... От наших ребят, блин. Так. Давай, давай, давай. Есть победа, ребята. Ну, в общем-то, как-то на изи мы справились. Не знаю. Не знаю. Победа. Есть победа. Ну, ладно. Открываем карты. Нам боссы нужны. Что-то нам боссы не выпадают тут. Так. Ну, ладно, ребят. Мы, кстати говоря, мы босса-то и не вызываем практически. То есть, вот... Ну, давайте тут начнём попробуем с босса. Посмотрим, как он будет задувать. Ну, мне, честно говоря, этот босс меньше, наверное, чем Old One. Потому что, как бы хороша его суперспособность не была, всё-таки... Всё-таки Old One, он как-то получше. Ну, посмотрим, посмотрим. Насчёт обычных юнитов я не сомневаюсь. То есть, они... Они просто номер один. Они лучше. Они лучше вообще не существуют, наверное. А вот насчёт боссов надо подумать. Ну, видите, он их задувает. И это очень круто. Тем более, с орназом нам ещё выпало. То есть, вот эта вот задувалка плюс летучая мыша или ниндзя. Всё. Это просто очень лёгкая победа. Но вопрос в том, что пока босса вызовешь, это довольно-таки долгая процедура. И тут надо либо со второй попытки это делать, чтобы сразу вот так снести. Либо, ну, тратить сердечко вот это, да, и тратить одну карту на финише. Ну, скажем так, при выходе. Поэтому, ребята, не знаю, не знаю, как поступить даже нам. Ну, ладно. Поглядим, поглядим, поглядим. Поглядим. Ладно, давайте мы вот этот вот стак пройдём. Да, вот эту вот зону перейдём в следующую. И попробуем Олд Ванчик поставить. О, ребят, смотрите. Такой замок тут прикольный. Классно всё так выглядит. Замок в горах. Оборона такая у него стоит. Тут, наверное, где-то. Ну, армии тут не видно на этой картиночке. Ну, ладно. Так, вот быстро очень наше здание, конечно, падает под натиском. Ух ты, ё-моё, ребят. Я даже не успел переключиться. Настолько быстро вышли эти юниты. Эта суперспособность сработала настолько быстро. Стоит круто. Так, ладно. Ну, тут, в принципе, да, лёгкая победа будет. Вот видите, наш, в принципе, босс, он даже не успевает особо там никого задувать. Хотя, конечно, когда босс в противника выходит, он вообще ничего не может сделать, ребята. Вот он полностью бесполезен. Он ничего, ни на что не способен. Ну, абсолютно. Мы его задули, и всё. И он там где-то остался вдали. Ладно, открываем карты. Смотрим, что здесь. Ммм, замок и король, король, король. Ммм, ну, это неплохо. Король нам как раз-таки нужен или не нужен? Сейчас поглядим. Король, против короля у меня пятизвёздочный. Или не пятизвёздочный у нас король. А ну-ка, армия. Людишки, людишки. Не, король нас максимальный уже, нет. Король нам не нужен, к сожалению. Ладно, меняем, ребята, нашего боговетра на старичка. Старичка. О, вот это я понимаю, мощь. Что-то у нас по уровню. Ну, почти, почти, ребята. Кстати, давайте в арену, может, сходим, а? Не, ладно, давайте сначала перейдём в следующий уровень. О, фоллаутик нам тут попался. Отлично, открываем сундук финальный. И глядим, что там будет. Эх, 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 эх. Ну, нормально. В принципе, король нам выпал, но ладно. Так, войти. Ничего страшного, что мы там не дособирали каких-то карт. И всё равно у нас почти все пятизвёздочные, поэтому не вижу смысла. И с кем мы тут будем? Слушай, 86-й, блин. Ну, я думал, что тут уже прям реально сотый будет сразу. Ну, не, не так-то просто, конечно же. Эх, ну да ладно, давайте, в общем-то, играть против кого-нибудь в арене. Так, 429. Не, ну парень слишком быстро к нам. Вот этот Марсель подобрался прям вплотную к нам. Нет, не нравится, какой у него уровень. 84-й. Ну, не знаю, есть у него шансы нас победить или нету. Ну, может, он нас и победит, но столько он не соберёт, мне кажется, награды. Поэтому давайте мы, скажем так, закрепим наш результат. Может, даже сейчас со второй попыточки попробуем набрать, ну, не знаю, 500 тысяч, конечно, не знаю. Но вот Лау против нас. Так, и что тут против него? Король. Да, ну, да. А, вот, слушайте, кстати, да. Тут можно летучую мышь сразу смело посылать. Хотя тут ниндзя, конечно. Ладно, посмотрим сейчас. Что будет? Сейчас я попробую летучую мышь первую посылать. Так сказать, первую кровушку пустим мы. Так. Ну, такое себе, такое. Наше здание, главное, коцает. Это плохо. Если наше здание коцает, то мы теряем урон. И это, ребята, очень грустно. Не, не, ну, x8 это, ну, это ни о чём, ребята. Не, 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 не. Так не годится. А, это мы проиграть должны, чтобы ещё один шанс. Ну, или дальше. Я понял. Ладно, ребята, давайте мы немножечко сейчас схитрим. Немножечко схитрим. И вот сейчас мы будем сражаться. И сейчас сразу же со второго шанса будем сразу. О, лон. 84-й уровень. Лон. Ну, что ж. А я не могу на твой профиль посмотреть. Я не могу. Ладно, тут, кстати говоря, бог ветра вот этот. Ну, сейчас попробуем, ребята. Сейчас попробуем. Сейчас мы его размотаем. Как ту грелку. Ладно, смотрите, я ничего не буду делать. Пускай у нас побеждает. Я прокачаю на максимум. На максимум прокачаем нашу добычу. Я надеюсь, он, я надеюсь, мы успеем. На максимум прокачаем. Вроде не так быстро нас куцает. Все, смотрите. Опа. Тысяча максимальное количество маны. И сейчас мы попробуем со второй попытки его одарить. Я же не думаю, может. Да, второй шанс нам дают. Смотрите, сразу же. Опа, опа и опа. Все, ребята. Все. Больше ничего не надо. Я надеюсь, у нас получится сделать X9. Не знаю, но хороший X8 быстро. Я думаю, у нас получится. А может даже X9, ребята. Блин, а? Опа. Я не увидел, сделать у нас получилось или нет? Ну, 42 тысячи. А, нет, X8 только. Блин, только лишь X8. Ну, это маловато, конечно. Но я думаю, нам все равно хватит этого. Хотя, конечно, к нам тут, блин, впритык подбираются. Ладно, давайте попробуем еще разочек. Еще разочек, еще разочек. А, пусть получится. Конечно, от противника. О, ребят, 82-й. Игорек. Игорь, ну, слушай, мы тебя должны быстро побеждать. Поэтому, поэтому вперед, ребята. Все-таки, я думаю, начинать нам нужно с Джиггернаута. Потому что, ну, как-то, как-то ни о чем. Потому что, первое мы, если мы высылаем вот этого парня. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Во, видите, мы тут уже сразу начинаем. Главное здание врага, колбасик. Я надеюсь, нам выпадет О, X9. Ну, не, не, X9. Ну, вот если сейчас нам выпадет... Нет, к сожалению, нет. Ну, блин, мы быстро слишком справились. Тут такая дилемма. Хотя, 54 тысячи. 435, ребята, новый рекорд! У-ху! И это, конечно же, первое место. И вот 435 уже, мне кажется, будет не так просто переплюнуть. Ну, просто потому что, смотрите, максимальный уровень. 86-й, да, я видел. А не, 87-й есть. Ну, наверное, 88-й где-то тоже есть. Но 89-й максимально. Но 87-й наш может победить. Но у нас 5-зюрочная карта, поэтому, ребята, поэтому без проблем. В принципе, можем заканчивать серию. И, ребята, самый лучший отряд перед вами. Как вам это видео? Понравилось? Нет? Ставьте лайк. Пишите свои варианты самого лучшего отряда, конечно же. Какие, на ваш взгляд, самые лучшие? Вы, может, самые худшие тоже пишите. Ну, а на сегодня все, ребята. Adios, amigos.